Коллеги, доброе утро! Мы впервые присоединяемся к вам, к утреннему эфиру из новой студии, из нового филиала Ялта 24. Вчера было торжественное открытие, здесь присутствовало огромное количество гостей. Мы до сих пор не верим, что свершилось это событие. Действительно, подготовка проходила продолжительное время, и у нас это получилось. Вчера, как я уже говорила, было очень много гостей, и сегодня также нас продолжают посещать гости, продолжают поддерживать нас в такой момент ответственный. И сейчас у нас в студии глава администрации города Ялта Иван Имгрунд. Иван Иванович, доброе утро! Доброе утро! Ну, конечно, традиционный вопрос, с чего начинается ваш будний день, ваше утро? Мое утро начинается с работы и заканчивается тоже работой. Но как только мы построим бассейн плавательный, планирую утро начинать с бассейна. Ну, на самом деле, вчера, вот все-таки вернусь ко вчерашнему дню, у нас прямой эфир начался с программы «Открытая власть», где мы в прямом эфире обсуждали, ну, все, мы открыто говорили о проблемах, вот просто по факту разложили, что у нас есть. Во многих ситуациях есть уже сдвиг, вот, если возможно, давайте подведем итоги, о чем мы вчера говорили. Знаю, что очень много положительных моментов. Например, наконец делают освещение на дороге от Ялты до Симферополя. Расскажите про этот момент также. Ну, было поручение главы республики о том, что мы должны осветить подъезды к городу, вот, и он посчитал, что это должно быть от Симферополя до Ялты. Вот, поэтому администрация города Ялты, мы нашли инвестора, который оплатит эти работы, а Ялта город свет их выполнит. И мы надеемся, что в течение двух месяцев этот участок будет освещен, и можно будет и в ночное время, выезжая из Симферополя, из столицы Крыма, в хорошем настроении перемещаться в Ялту. Есть также продвижение по многим другим сферам. Многих волнует дорожно-транспортная сфера. Что вот у нас будет изменено в этой части? Мы все-таки готовимся уже к курортному сезону постепенно? Мы готовимся к курортному сезону, и буквально вчера было совещание у представителя правительства, где мы обсуждали объемы предполагаемых работ на этот год. Вот, есть те работы, которые мы должны выполнить до начала курортного сезона, и есть те работы, которые мы сегодня приступаем к проектированию. Ну и самое главное, что глава республики поставил задачу строить наши дороги уже один раз и надолго. То есть будет проектироваться замена сетей инженерных, те сети, которые идут под полотном дороги, и обустраиваются уже в комплексе. Это и тротуары, и зеленые насаждения, и ограждения, и освещение. Ну и понятно, что абордюрование и само дорожное полотно. Комплексный подход, он позволит немного, это требует больше времени, но это будет надолго и очень надежно. Нам удалось сделать то, что не делали долгие годы, и провести вот новогодние праздники на таком высоком уровне, а в частности сыграло роль украшение города. Вот несколько буквально слов о том, как мы подготовили такую набережную, и что будем делать, вот, Гвет. Ну, это была всего лишь разминка, и мы запланировали следующие этапы работы разбить. Это подготовка к великому празднику Дню Победы, это подготовка к Дню Городу, города Ялты, и подготовка к следующим новогодним праздникам. Это все будет за счет средств инвесторов и по проекту, который мы выполнили вместе с питерскими специалистами. Иван Иванович, спасибо вам огромное, что посетили в такой ранний час нашу студию. Спасибо вам большое. Ждем всегда в гости. Спасибо, удачного дня всем. Уважаемые коллеги, я напомню, с нами сейчас был в студии глава администрации города Иван Имгрунт. Мы желаем всем хорошего настроения. Я передаю вам слово. Большое спасибо, Лиля. Желаем вам отличного настроения и добрых вестей. Напоминаем, на связи был ялтинский филиал телерадиокомпании «Крым» и корреспондент Лиля Веджат.